Ни туда, ни сюда. Международный пункт пропуска закрывается на китайский Новый год. Рассмешили судьи. В Благовещенске состоялся финал конкурса «Амурский юрист». Подтянулись на лопате. Городские школьники прошли курс молодого бойца. Об этом и не только узнаете из сегодняшнего выпуска. Добрый вечер. Вы смотрите новости информационного агентства «Город» в студии Елена Хохулина. И к первой теме. Завтра благовещенцы не смогут уехать в Хэйхэ. Международный пункт пропуска закроют в связи с национальным праздником весны. Официальные выходные в Поднебесной продлятся с 18 по 24 февраля. А таможня не будет работать 18, 19 и 20 числа. На пункте пропусков по Ярково каникулы будут еще продолжительнее – до 23 февраля. Во время китайского Нового года в Благовещенске приостановят работу и два торговых центра. Три кита устроят себе выходные 18 и 19, XL – 19, 20. Горожанам придется воздержаться от покупок. Зато они смогут полюбоваться на большой фейерверк, который традиционно устроят на левом берегу Амура. Новый поворот появился в деле о некачественном ремонте кровли 28-й школы. Городская администрация отозвала прежний иск и подала новый. А все потому, что требования истца изменились, объяснил юрист, представляющий интересы мэрии. Согласно новому иску, компания, проводившая ремонт кровли, должна не переделать свою работу, а возместить убытки. Юрист пояснил такое решение недоверием к фирме, которая первоначально плохо выполнила работу. Представители же компании считают новый иск несостоятельным. Очередное заседание суда состоится 11 марта. В ходе него будет решаться вопрос об оплате проведенных экспертиз. Юридическая грамотность жителей Преамурья растет. В финал конкурса «Амурский юрист», что прошел сегодня в здании областного суда, наряду с тремя профессионалами вышло столько же любителей. Чем участники рассмешили опытных судей и получилось ли у конкурсантов списать? Об этом в сюжете. У нас вообще двое детей, два мальчика, 15 и 17 лет. Еще один мальчик. Я все время говорю, а ты начинаешь перебивать. Муж и жена на грани развода. Обычный случай в юридической практике. Разыграть его, кстати, вполне реалистично, вызвались опытные юристы. Яблоко раздора – загородный дом, который каждый из супругов непременно хочет оставить себе. Участникам соревнования нужно найти решение конфликта. Да так, чтобы обе стороны были довольны. Конкурсант Дмитрий Колесников призадумался. Сам он не юрист. Всю жизнь проработал инженером в Белогорске. О конкурсе узнал случайно. Успешно написал онлайн-тест. Сейчас приехал на второй этап. Считает, что в жизни такой опыт пригодится. Как самообразование, во-первых, чтобы знать законы, в первую очередь защитить самого себя. Вот так вот, где-то нарушаются права потребителей, где-то что-то еще. На поиск единственного верного решения, где дом отошел бы мужу, а жена с детьми получила ежемесячное пособие от супруга и машину, участникам дали полчаса. Кто-то до него так и не додумался. Зато многие предложили свои варианты, которые откровенно позабавили опытные жюри. Продолжать жить вместе. Конкурс «Амурский юрист» проводится второй год подряд. Участвовать в нем первоначально заявились около 80 человек. В финал прошли только шесть. Писали не такие эссе, но на эссе как раз многие срезались. Потому что очень много эссе было списано с интернета. Либо в полном объеме, либо на такую хорошую-хорошую половину. Поэтому по результатам проверки эссе у нас многие просто практически выбывали из участия в конкурсе. Итоги конкурса организаторы подвели сегодня вечером. Победитель среди профессиональных юристов получил 25 тысяч рублей, среди непрофессиональных – 10 тысяч. Регина Сорокина, Александр Матвеев, программа «Город». Сосульки наступают. В Кировской области они уже дважды обрушились на коляске с детьми. Благовещенцев пока такие ЧП миновали. Однако сотрудники МЧС предупреждают. Сегодня, когда погода неустойчива, опасность может подстерегать на каждом шагу. Свисающие ледяные глыбы, которые образуются чаще всего над водостоками, могут запросто обвалиться и нанести прохожему серьезную травму. Поэтому нужно соблюдать определенные меры безопасности. Прежде всего, не ходить под крышами зданий. Если вы вдруг проходите и слышите какой-то шум, значит, необходимо не останавливаться, не смотреть наверх, а ускорить движение или изменить движение по направлению в противоположную зданию, либо, наоборот, в непосредственную близость, то есть встать под какой-то козырек для того, чтобы данный шум уже прошел, что-то где-то упало, но у вас в никакой мере это не задело. Также не рекомендуется ставить автомобили рядом с козырьками подъездов. В любом случае осторожность будет не лишней. Ведь инциденты и даже с летальными исходами уже случались в Псковской и Новгородской областях. Подтопление в нескольких населенных пунктах области удалось ликвидировать амурским спасателям. По такому сценарию на выходных прошла всероссийская тренировка. Ее объявили неожиданно, в ночь субботы на воскресенье. Согласно легенде, в нашем регионе из-за обильных осадков вода в реке Амур поднялась. Это привело к подтоплению населенных пунктов. В ходе учений спасатели отрабатывали навыки эвакуации населения, разворачивали пункты временного размещения. Все силы амурского МЧС были приведены в режим чрезвычайной ситуации. В главном управлении развернули оперативный штаб. Тренировка завершилась только к вечеру. В ней приняли участие около 600 спасателей. Все данные амурские специалисты отправят в Москву. Администрация Благовещенска ищет организации, которые займутся отловом и содержанием безнадзорных животных. Управление ЖКХ накануне объявило аукцион на выполнение этих работ. В городском бюджете на регулирование численности бездомных собак заложено 591 тысяча рублей. Большая часть средств – 485 тысяч – направят на содержание и учет животных. На отлов планируют потратить 105 тысяч рублей. В обоих контрактах прописаны строгие требования к подрядчикам. К примеру, ловить четвероногих нужно только по заявкам и в течение 48 часов. Но не средь бела дня и не на глазах у детей. Название организации, которая займется отловом, в этом году станет известно 24 февраля. А 27 числа определятся с фирмой, которая станет содержать собак. Более 100 благовещенцев на выходных сели за руль пьяными. И это только те, кого удалось задержать полицейским. В управлении ГИБДД подвели промежуточные итоги акции «Нетрезвый водитель». Профилактическое мероприятие стартовало 13 февраля. За три дня сотрудники госавтоинспекции пресекли более 2700 нарушений ПДД и задержали 108 пьяных водителей. Последним грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления от полутора до двух лет. При повторном нарушении штраф составит уже 50 тысяч рублей с лишением прав на три года. ГИБДД напоминают, если вы стали очевидцем грубых нарушений ПДД, сообщите об этом наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 02. Благовещенские школьники прошли сегодня курс молодого бойца. Держали в руках огнестрельное оружие, подтягивались на лопате и постигали азы рукопашного боя. Все это в УКЦ организовали ко Дню Защитника Отечества. Почему девочки любят стрелять, а курсанты военного училища танцевать, знает Анжелика Павлова. Цветок! Цветок! Восьмилетняя Анфиса в цветок так и не попала. Этот автомат последний раз стрелял в годы Великой Отечественной. Впрочем, от этого интерес к огнестрельным выставочным экспонатам у девочки меньше не стал. Ну просто я наполовину девочка, наполовину мальчик. Я девочка, но я люблю там что-нибудь стрелять, хотя в куглу тоже играть люблю. Я могу в войнушку поиграть. В войнушку успели поиграть все пришедшие на выставку школьники. Еще бы! Не каждый день можно подержать в руках около 20 видов оружия, из которых самое мощное и длинное здесь противотанковое ружье Дегтярева. Им в годы войны пробивали броню фашистских танков. Дальность стрельбы порядка полтора километра. Пробивное действие у него достаточно высокое. В принципе, сейчас как бы никто не пользуется, но достаточно очень мощное оружие. То есть это предшественник был, следующим оружием было ПТРС Симонова. То есть там был добавлен просто магазин на пять патронов, так как этот был однозарядный. В рукопашном бою девчонки тоже достойные соперники. И Родину защищать могут не хуже парней, доказали курсантки военно-патриотической организации «Родина». А курсанты ДВВКУ и Морского госуниверситета внесли лепту в воспитание школьников, научив их подтягиваться на лопате. Но еще больше удивили зрителей, когда пустились в пляс. Танцевать я на самом деле не умею. И вообще-то мероприятие чисто добровольное, чтобы детей, которые там сидят, после того, как увидели нас, у них появилось желание пойти в армию или в училище, в кадетские корпуса. Очень хорошо, когда дети защищают Родину и интересуются такими вещами. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город». Благовещенский аэропорт получил лифт для подъема инвалидов в самолет. Уникальное оборудование поступило в рамках программы «Доступная среда» и обошлось в 7,5 миллионов рублей. Выглядит амбулаторный лифт, как небольшой грузовой автомобиль. Его пассажирский салон рассчитан на две инвалидные коляски. Когда такая машина подъезжает к самолету, выдвижной мостик позволяет инвалидам без посторонней помощи попасть на борт. Обслуживать лифт будут несколько человек. Сейчас все специалисты проходят обучение. Предполагается, что оборудование запустят в работу в марте. 90 амурчан, членов Союза пенсионеров России, весной отдохнут в пансионате Приозерия. Три заезда, которые организуют один за другим, будут называться «Дети войны, празднуют победу». Путевки, которые для пожилых людей выделило региональное министерство соцзащиты, уже распределили между самыми активными членами общественной организации. Отдыхать будут по очереди. Группы заедут в Приозерии 21-28 марта и 1 апреля. В пансионате для них проведут встречу поколений со школьниками из сел Казмодемьяновка и Чуевка. Вечер фронтовой песни, а также театрализованный вечер, посвященный 70-летию Великой Победы. Сегодня в зале городского Дома культуры звучали романсы. Целый час благовещенцы исполняли музыкальные произведения на стихи Есенина, Блока, Боротынского, Тургенева и других русских классиков. Окунулся в романтику романса и наш оператор. Отцвели уж давно Хризантемы в саду. Любовь все живет, в моем сердце больно. В эту ночь при луне, на чужой стороне, Милый друг, нежный друг вспоминает. Добрый молодец с красной целью. Одиноко по ровному полю Разливается песням щека Не забыть потемненько накрыть кружево на голову на землю. Умение обезвредить правонарушителя продемонстрировали амурские приставы. Правда, боевые навыки они применяли не в судебном зале, а в спортивном. Сегодня в областном центре стартовал дальневосточный этап чемпионата по комплексному единоборству. Какой техникой удивляли приставы и куда отправятся победители, расскажем прямо сейчас. Бросаться на своих коллег с кулаками в службе судебных приставов уже давно вошло в норму. Вот уже который год сотрудники принимают участие в чемпионате по комплексному единоборству. Гремучей смеси ударной техники и борьбы. Приставу Евгению Зливко к такому боевому миксу не привыкать. Уже пять лет спортсмен успешно выступает в ММА. Так что готовиться к чемпионату ему не пришлось. Я практически разминался в первом-втором раунде. Так и не смог размяться. Потому что поздно подъехал и сразу с корабля на бал, как говорится. В принципе, бой нормальный. Первый бой всегда сложный. Оппонент характерный достаточно, потому что пару раз хорошо попал. Он дальше продолжил в стойке работать. Спортсменов, подобных Евгению, службу судебных приставов забирают с руками и ногами. При этом соискатель должен обладать как минимум первым взрослым разрядом. А вот какой вид спорта это будет, значения не имеет. Физическая подготовка здесь гарант успеха. А уж скручивать нарушителей в бараний рог пристава научат на месте. Не всегда должники ведут себя или подсудимы адекватным образом. Поэтому приходится применять предусмотренную законодательством силу. Пристав обязан владеть приемами соответствующими, чтобы обеспечивать безопасность и в суде. Побороться за звание сильнейшего съехались 23 пристава из семи регионов Дальнего Востока. Поболеть за наших спортсменов приехал и мэр города Александр Козлов. Тем более, что сильнейшие бойцы представят Дальний Восток на чемпионате России, который планируется весной в Грозном. Юлия Мишурнова, Михаил Величкин. Программа «Город». И на этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, наши новости вы можете читать круглосуточно на нашем сайте tvgorod.ru. Всего вам самого доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин